В общественном транспорте Алматы проверяют наличие средств защиты на пассажирах. Мониторинговая группа работает в час пик. За смену находят больше десятка нарушителей. Штраф 87 тысяч тенге. Если раньше нарушителям делали предупреждение, то теперь штрафуют. В мониторинговой группе представители Акимата, Санабидемстации, Транспортного холдинга города и полицейские. Объясняют, если оплатить штраф в течение 7 дней, то сумма будет в два раза меньше, а саму маску можно купить за копейки. Вероятность дразиться ковид-19 в автобусе очень высокая, говорят проверяющие. Поэтому на каждой конечной остановке работают дезинфекторы. Они полностью обеззараживают салон. Правила масочного режима ужесточили, потому что в Алматы растет число заражений коронавирусом. Мера финансового воздействия дает свои результаты. Мы заметили, что пассажиры в большей степени ответственно относятся к ношению масок. Если с начала пандемии были случаи агрессии с их стороны, то сейчас нарушители с пониманием признают свою вину. Сотрудники антикоррупционной службы Чтобы эффективно бороться с коррупцией, по словам Акима Шемкента, государственным органам и представителям антикоррупционного ведомства необходимо объединить усилия. В стране разработано несколько крупных антикоррупционных проектов. Один из них – «Адалдык Аланы». Это открытая площадка, куда каждый желающий может прийти и рассказать о коррупционных преступлениях, с которыми он столкнулся. На факты будут реагировать специалисты. Еще один проект, направленный на искоренение взяточничества – сервисный центр «Антикор», где готовы экстренно реагировать на заявления о фактах коррупции. В Шемкенте проектный офис появился в прошлом году и на данный момент является одним из лучших в стране, отмечают специалисты. Нужно открыто взаимодействовать с населением и повысить уровень доверия к госорганам. Только так можно победить коррупцию, которая негативно сказывается на политическом и социальном развитии страны. Также, чтобы устранить коррупционные риски, процедуру получения всех госуслуг нужно перевести в цифровой формат. Были случаи, когда те или иные люди после крупного коррупционного преступления получали лишь условный срок или попадали под амнистию. Но осенью прошлого года по распоряжению президентов закон в отношении подобных преступников ужесточили. Теперь коррупционеры легким наказанием не отделаются. И это правильно. Альтернативные перевозки – новые маршруты. Мировая торговля ищет выгоду во времени и деньгах. Обострение вызвала мартовская блокировка Суэцкого канала, когда больше 400 судов простояли в недельной пробке. Поэтому железнодорожные сообщения из Азии через страны Евразийского экономического союза в Европу становятся очень перспективным. Сегодня все суда, застрявшие в Суэцком канале из засевшего на мель контейнеровоза Ивергивен, покинули эту водную артерию, заявил глава администрации. Чтобы вернуться в график, канал для пропуска судов работал круглосуточно, в отличие от обычного режима. Контейнерные поезда формируются в Центральном Китае, встают на рельсы и за 15 суток пересекают Казахстан, Россию, Беларусь и заканчивают свой маршрут в Польше, в Германии, в Австрии. Время – деньги. Ключевое преимущество сухопутного маршрута – это время. Таким образом, страны ЕАЭС будут и уже задействованы в этом транзите и получают наибольшую выгоду от перераспределения товарных потоков. Интересно отметить, что в кризисный 2020 год объем контейнерных перевозок по маршруту Китай-Европа через ЕАЭС вырос почти на 64%. И дальше эта тенденция будет развиваться. Несмотря на пандемию, аграрии в России сработали на отлично. Так даже в советские времена не трудились. О достижении отрасли министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев доложил Владимиру Путину. Владимир Путин также поручил проанализировать цены на продукты на Дальнем Востоке. Президент подчеркнул, что необходимо сократить разрыв со среднероссийским уровнем. Отмечу, что впервые в 2020 году российский аграрный экспорт превысил импорт. Мы стали нетоэкспортерами продовольствия. Это вообще впервые такого не было. Еще не в Советском Союзе, как я понимаю, не у нас. Но при этом стабильное развитие и постоянная поддержка АФПК со стороны государства позволяют нам планомерно уходить исключительно от зернового экспорта и усиливать другие направления с более высокой добавленной стоимостью. От 12 до 15 миллионов медицинских масок расходуются ежедневно в одной только России. Маски не разлагаются в естественных условиях, что создает серьезную проблему для окружающей среды. Сотрудники Новосибирского института телефизики имени Кутеталадзе предлагают эффективный способ утилизации этих отходов – плазменную установку. На выходе получается синтетический газ, экологически чистое топливо и инертный шлак, который уже не нанесет вреда природе и который при этом еще можно использовать, например, при изготовлении бетона. Заинтересованность приобретения новосибирской плазменной установки уже выразили заказчики как в России, так и за рубежом, в частности в Китае и в Польше. Плазменная установка плазменной газификации отходов. То есть предназначена для утилизации, обезвреживания, газификации отходов, практически любых видов отходов, под действием высокой температуры. То есть при этом получается полное разложение всех сложных химических элементов, состоящих в отходах, до простых газовых соединений. Установка как нельзя кстати пришлась, когда нужно утилизировать вот эту заразу. Маски, халаты и другие, так сказать, компоненты, отходы, которые образуются, когда мы боремся с этой заразой. Южная корейская корпорация LG Electronics признала свое поражение в противостоянии с конкурентами на рынке мобильных телефонов. Так компания объяснила свое намерение полностью отказаться от производства этих устройств. В заявлении сказано, что этот сегмент бизнеса оказался убыточным для LG. Предприятия южно-корейской корпорации перестанут выпускать новые модели телефонов уже в августе. Старые аппараты можно будет купить и после 31 июля. Кроме того, компания обещает продолжать их сервисную поддержку и обновлять программное обеспечение. По данным южно-корейских СМИ, LG искала возможность спасти эту часть бизнеса, доверив производство мобильных телефонов партнерам. Соответствующие переговоры велись с вьетнамской Вингруппой, концерном Volkswagen. Но, как стало ясно, теперь успех они не принесли. Несмотря на отказ от производства телефонов, LG намерена и дальше работать над технологиями связи, в частности, разрабатывать сети шестого поколения 6G. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил прокуратуру в попытке государственного переворота из-за дела коррупции. С таким заявлением он выступил на заседании окружного суда Иерусалима, где главу правительства обязали выслушать выступление государственного обвинителя. Прокурор в суде говорила, что следствие собрало многочисленные важные доказательства вины Беньямина Нетаньяху. Ему грозит длительный тюремный срок по ряду статей, в том числе о мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении полномочиями. По версии прокуратуры, политик пользовался поддержкой владельцев ведущих СМИ Израиля, которые публиковали материалы в интересах Нетаньяху в обмен на взаимную помощь. Кроме того, он, как заявляет прокуратура, получал дорогие подарки, которые, по сути, были взятками. Премьер-министр все претензии отвергает. Он неоднократно называл эти дела, объединенные общим процессом политически мотивированными. Обвинение в коррупции называют одной из главных причин кризиса в Израиле, который в марте провел уже четвертый досрочный парламентский выбор за два года, хотя партия Ликуд потеряла часть мандатов, сохранив первенство. Нетаньяху рассчитывает на формирование новой коалиции, которая позволит ему остаться премьер-министром. Эфиопия отказалась пойти навстречу Египту и Судану, не согласившись заморозить второй этап заполнения плотины возрождения с наступлением сезона дождей в июле. Три страны уже около 10 лет пытаются договориться об условиях эксплуатации, строящейся на правом притоке Нила крупнейшей в Африке гидроэлектростанции. Строительство завершено на 80%. Мощность ГЭС, которая будет представлять собой каскад из четырех плотин, составит 5250 мегаватт. Египет и Судан опасаются, что в результате работы эфиопской ГЭС в Ниле может возникнуть острая нехватка воды. Водные ресурсы Египта практически полностью зависят от Нила, и Каир настаивает на подписании юридически обязательного для всех сторон соглашения. На прошлой неделе президент Египта заявил, что никто не сможет взять ни капли воды из его страны. По словам президента, в противном случае регион станет свидетелем нестабильности, которую даже представить невозможно. Субтитры создавал DimaTorzok